За веру Кубань и Отечество. В Армавире прошло заседание Координационного совета Краевого движения. Горячие признания. Плитку во дворе перинатального центра будут очищать огнем. Торпеда в одной 32-й Кубка России. Черно-белые одержали трудную победу в Новороссийске. Здравствуйте, в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города минувших выходных и начала новой недели. Вернуть общество знания, менять иждивенческие настроения, сплачиваться против тех, кого сегодня раздражает спокойствие и стабильность в России и на Кубани. Такие предложения прозвучали на заседании Координационного совета общественного движения за веру Кубань и Отечество. Вел заседание глава Армавира. Сплотить патриотически настроенную часть общества вне зависимости от веры или национальности ради сохранения нравственности, культурных ценностей и порядка в регионе. Эту идею губернатора Кубани городской глава доносит до членов координационного совещания за веру Кубань и Отечество. О том, как воплотить идею в жизнь, обсуждали более двух часов. Заместитель городского совета ветеранов Сергей Криволапов предложил усилить агитационную работу и предложил помощь людей старшего поколения. Если возможно, мы всегда часто обсуждаем этот вопрос, сделать бы, вернуть в общество знание городское. У нас, кстати, есть люди, которые готовы, вот среди ветеранов, которые когда-то занимались этим делом, они готовы на общественных началах, без оплаты, заниматься этим делом. Нас больше объединяет, чем разъединяет, но именно сегодня настало время сплотить усилия, чтобы в общем доме было спокойствие. Уже очень много появилось тех, кого это спокойствие раздражает, подчеркивают участники общественного движения. За объединение нас всех на нашей общей родине, на Кубанье. Объединение в русле созидания. Главный редактор газеты «Армавирский собеседник» Сергей Корнев говорит о необходимости менять у отдельной части населения иждивенческие настроения. Люди, которые трудом доказывают свою любовь к родине, способны беречь и приумножать созданное. Важно еще в этой вот нам как-то уходить или прививать, чтобы наши армавирцы изживали иждивенческие настроения. Вот много, даже мы получаем, если просто у кого-то что-то там, не то, что я возьму, а потус сделаю. Патриотизм любой город, это еще и в общем-то начинается тоже с себя самого и как во всем. Потомки проклянут нас, если мы допустим развал страны и опять пойдем на поводу у либеральных реформаторов из прошлого, если отдадим Россию в их руки. Эти слова губернатора Кубани цитируют глава Армавира на совещании. Дойти до каждого словом, укреплять веру, чтобы люди понимали, недостаток объективных знаний и вседозволенность идут не на пользу Отечеству. Александр Ефанов, Александр Романовский. Специально для телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Продолжаем выпуск. Горячие признания. Отчищать плитку возле перинатального центра от любовных надписей будут огнем. Навести порядок на территории одного из важных армавирских объектов здравоохранения распорядился Андрей Харченко. Об этом накануне шла речь в выпуске программы «Новости 24». Город и край на обустройство, прилегающие к центру территории, потратили большие средства. Но из-за цветных надписей внешний вид роддома был изрядно подпорчен. Эпистолярный жанр у новоиспеченных отцов в моде. Тротуар возле перинатального центра терпел и слова благодарности за ребенка и признание в любви, даже предложение руки и сердца. Но по закону подобные романтические порывы – это хулиганство. Надписи портят внешний вид объекта здравоохранения. Действия любвеобильных родителей и невнимательность охранников во время рабочего визита судил глава города. Вот что тут будет через два года при таком отношении, где были потрачены миллионы? Ирина Николаевна, вот для меня, то, что я вижу, это просто недопустимо. Максимальный срок на то, что нужно устранить, максимум три недели. Ежедневно это все нужно контролировать. Все входы вспомогательные, все позакрывать. И персонально ответственность главного врача. Очистить плитку от разноцветных надписей Андрей Харченко потребовал в ближайшее время. Свести краску, но так, чтобы не испортить покрытие, решили с помощью термообработки. Огнем уже убирают с тротуара сердечки и любовные послания. Однако запретить изливать чувства молодым отцам никто не собирается, а наоборот, готовы предоставить все условия для желающих выражать любовь, но культурно. Если вы хотите действительно сделать приятное своим роженицам, пожалуйста, можете повесить шарики красивые, либо баннеры. Место для этого у нас имеется. На территории перинатального центра дежурят охранники. Отныне, заметив хулиганские действия, они будут вызывать полицию. Нарушителей порядка ждет административный штраф. Ольга Чухонцева, Артур Кджанян, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». 22 августа в 18.30 на Центральной площади состоится концерт «Россия. Родина моя», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. В программе участвуют государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» и солисты Государственного эстрадно-симфонического оркестра. К другим темам. Между двух ветвей жители многоэтажки по улице Луначарского, 19, не могут решить судьбу ореха. Бесплатно спилить дерево согласились работники озеленителя. Но оказалось, что мешая одним, других раскидистая крона спасает от жары. На время переговоров работы решено было прервать. Теперь обрезанные ветки – основное оружие. Чтобы досадить соседям с одной клумбы, жильцы переносят их на другую. Кто в этой истории пострадавший и почему проблему нельзя решить миром, узнала Ольга Чухонцева. На улицу Екатерина Леонтьевна Конищева теперь не выходит. И даже не потому, что ее в 90 лет подводит здоровье. Заботиться теперь не о чем. На клумбе, за которой ветеран войны ухаживала много лет, теперь лежат ветки ореха. Растения из-под них едва проглядывают. Хотя недавно, говорит Екатерина Леонтьевна, они заливались пышным цветом. Приезжали на колясках и деревьев детишек, фотографировали. Но каждый день кто-то подъезжал и детей фотографировал в этих цветах. А сейчас что делано? Расправа с клумбой – это реакция соседей сверху. Через сына пожилая женщина обратилась в управляющую компанию с просьбой опилить орех. Густые ветки преграждают путь к свежему воздуху. В комнатах темно и постоянная сырость. Тут темно всегда. Я не могла читать. Я даже молилась, а вот здесь сидя на тубаретке невозможно. Только и днем свет зажигаю, и ночью зажигаю. Как так можно жить, когда я не могу даже помолиться, постоять? На просьбы Екатерины Леонтьевны управляющая компания отреагировала оперативно. Заявку они передали в озеленитель. Те приехали и начали на совесть опиливать дерево. Как ни странно, но это и стало основной причиной конфликта. Это просьба от участника войны исходит. А матушка настоящий участник войны, она с 42-го по 45-е была на фронте, даже с Японии воевала. Девять боевых наград и орден. Он это все узнал, сказал, что мы вне очереди, не дожидаясь финансирования основного, придем и бесплатно опилим это дерево. Профессионально приступили к работе. Сначала опилили нижние ветки, потом опилили ветки, примыкающие к дому. А вот к нашим основным веткам они добраться не успели. Против тотальной обрезки выступили жители второго этажа. Все окна их квартиры выходят на южную сторону, и орех – единственная защита от летнего зноя. Поэтому спасительное дерево они заслонили грудью и прогнали рабочих. Люди ждут холода, зелень, кислород. Понимаете, люди все ждут, когда веточка дорастет туда, и будет чем дышать в такие жаркие дни. У нас, понимаете, не до всех людей это доходит. Не понимать, что значит там, если человек один больной, а все остальные люди не существуют по всему подъезду. То, что испортили клумбу, семья Коваленко не отрицает. Разбросанные ветки, по их словам, нужно было сложить в одном месте. Решили, кто затеял обрезку, тот и должен разбираться с ее последствиями. Соседи друг другу насолили, но сообща теперь все-таки должны решить, казнить орех или помиловать. А пока от обрезки этого дерева возеленители решили воздержаться. Ольга Чухонцева, Евгений Халманских, служба информации телеканала РНТВ «Армавир». Вот уже 15 лет в «Армавире» действует городская молодежная общественная организация «Клуб сюжетно-ролевых театрализованных игр «Башня дракона». Она объединяет школьников, студентов, людей самого разного возраста и рода деятельности, увлеченных сюжетно-ролевыми играми. Недавно клуб «Башня дракона» принимал участие в полевой игре заключительной части трилогии «Артуриана». Ее сценарий был составлен по мотивам одноименного цикла «Мэрион Брэдли», «Артурианы» Томаса Мелори и фильма «Великий Мерлин». Игра проходила на полигоне «Озерки» в Гулькевичи. В ней наряду с армавирцами участвовали около 300 ролевиков из Краснодарского и Ставропольского краев Ростовской области, Санкт-Петербурга и даже Сибири. Игра была организована мастерской группой Юга России «Серебряный единорог» из Ростова-на-Дону. Как отметили организаторы, игроки порадовали их своими идеями, интересным отыгрышем, красивыми локациями, костюмами и колоритной обстановкой. Смогли погрузиться не только в мир рыцарей и отваги, но и в мир кельтской мифологии и магии волшебной страны. Мы, маги, королевство Лотиана, концентрируем всю свою энергию, всю свою силу в пламени этой свечи. Мы делаем это для того, чтобы защитить все живое на земле, в воде и в воздухе, чтобы сохранить все, что было и будет, и должно быть. И мы хотим разрушить этого огненного демона. И мы передаем свою силу во благо. По словам участников, заключительная часть трилогии оказалась особенно удачной и оставила о себе самые яркие впечатления. Новости спорта. Футбольный клуб «Торпеда» в 1-64 финала Кубка России одержал довольно трудную победу над новороссийским черноморцем. Плотный график игр сказался на самочувствии игроков. Черно-белые оказались более выносливыми и в упорнейшей борьбе буквально вырвали победу, тем самым обеспечив себе выход в следующий круг. Подробности у Ларисы Юровской. Смотрели игры, их не разбирали. Увидели, что команда дома играет такой атакующий футбол. Прессингует, не дает спокойно принимать мяч. При потере мяча сразу вступают в отбор. Команда хорошо готова физически. Поэтому такой план на игру был выбран. Играть вторым номером. То, что игра будет сложной, никто не сомневался. А тут еще шесть лучших игроков из-за травм пришлось оставить дома. Но выбывать из игры черно-белым не хотелось. Поэтому команда настроилась только на победу. С первых минут Черноморец решил напомнить гостям, кто на поле хозяин. И торпеда пришлось больше внимания уделить обороне. Но взять штурмом ворота Влада Макоева не получилось. Ближе к концу первого периода играть вторым номером торпедовцам надоело. И черно-белые пошли в атаку. На 35-й минуте Веркашанский в чужой штрафной отдал удачный пас Анатолию Шевченко. И тот отправил мяч в нижний левый угол. Причем так, что вратарь хозяев даже не успел отреагировать. Весь второй тайм Черноморец пытался отыграться. Но тщетно. Плотный график игр также сказался на команде. Накал страстей, видно, передался и арбитрам. Весь стадион ахнул, когда главный судья Артем Чистяков за грубую игру на 81-й минуте удалил Еги Азарова. Такого не ожидали даже хозяева. Но ни удаление нашего игрока, ни добавочные 4 минуты не помогли прорвать оборону нашей команды и забить ответный гол. 1-0 в пользу торпеда. Проиграли мы по делу. Против нас играла очень квалифицированная команда, уже многолетняя. Видно, что все позиции укомплектованы. Особенно понравился Веркашанский, 10-й номер, очень хороший нападающий. Ну а торпеда вновь надо настраиваться на победу. В 1-32 финале у себя дома 1 сентября черно-белые встретятся с командой 1-го дивизиона «Волгарь-Газпром-Астрахань». Лариса Уеровская, Грая Рванян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». От новостей спорта к метеопрогнозу. Я передаю слово Ольге Чихонцевой. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на вторник. Здравствуйте. Циклон бушует на Урале и в Поволжье, но до «Армавира» доходят в принципе только его отголоски. Место среднероссийских ливней у нас во вторник небольшой послеобеденный дождь. Жара уже немного отступила. Столбик термометра днем покажет 24-26 градусов, ночь немного прохладнее, плюс 18. Непогода ярко проявит себя по части ветра, а он ожидается сильный западный со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. А в народном календаре о такой погоде на 21 августа есть объяснение «Миронов день», который испокон веков считался ветреным. Говорили, Мирон гонит пыль по белу свету, страдает по красну лету. Нам же скучать по жаре рано. Август после передышки еще порадует армавирцев безоблачными деньками. Марина? Метеопрогноз завершил выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravitu.info и на авторадио «Армавир». С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова